всем привет доброго времени суток у меня новые девочки в группе ватсапе не все знают всю как бы информацию которая поступала до вступления их в группу но и опять же на канале гости бывают часто новые подписчики поэтому поступило такое предложение повторить на канал то что я показывала в группе свои публикации какие-то свои выступления на телевидении когда нас приглашали свое время но это было все у нас в донбассе поделилась до и после все что было дом то чем я занималась то чем я занимался своей дочери со своей группой в донецке у нас был группа очень как бы встречались не онлайн а очно по рукоделию по интересам занимались всевозможным рукоделием и декупажем и лепкой и рисованием чем мы только не занимались основное направление меня и дочери это вязание и валяние но еще я увлеклась шитьем как раз позади меня видите панно кому интересно посмотрите мои художественные пиццы арт пиццы на канале видео тоже есть я делюсь задавайте вопросы возможно буду повторять какие-то непонятные моменты а сейчас я хочу просто показать вам какие у меня были публикации с чем связанные книги выходили но опять же есть не все одну покажу то что есть поэтому приятного просмотра подписывайтесь на канал заходите в группу ватсап кому интересно общение сразу скажу никаких секретов мировых дизайнеров мы там не открываем но мы там делимся своими находками своим творчеством просто хорошим настроением приятного просмотра ну вот девчонки прошу прощения что вот таким вот скопом но очень сложно мне найти место где и свет и удобно все разложить и удобно показать вот это наши с дочерью валяные игрушки повторюсь и скажу еще раз что условия условия издателя были для начинающих чтобы человек мог взять вот одну иголочку для валяния понимаете и одну мочалочку даже он просил щетку не приносить а приносить мочалку вот в этой книжке вот все вот эти изделия то есть вот это на каркасе посложнее вот это на каркасе посложнее эти попроще это на нитяном креплении игрушка бабочка совсем простенькая такая брошечка и пошаговое исполнение видите вот такое вот руководство книг было по игрушкам три разных по вязанию штук пять но я не знаю где просто не все у меня есть и сложности были с доставкой авторских изданий это вот здесь не игрушки здесь именно украшения вот он поясок вот она брошечка кулончик из роспись шарфа как раз не машинкой а то что можно сделать на мочалку даже не на щетку на дорогую на мочалку это вот колье видите маки там по-моему и с бусами расшивка ну то есть не разные были обручи броши серьги и тоже то что может человек сесть видите здесь у меня с щеткой но издатель просил как можно проще потому что за щетку он объяснил за щетку нужно отдать определенные деньги человек должен взять иголочку за 15 гривен и пойти взять мочалку это уже это уже дочери видите авторские работы вязания это моя дочь это была ее подружка такая симпатичная моделька это россия аист и выпускала издательство насколько я помню можно посмотреть вот такие вкладочки это считалось для автора очень круто когда книга с цветными вставками не просто черно-белыми схемами а еще с цветными вставками сейчас я уточню издательство я прошу прощения но насколько помню а ст сама работала с книгами и не помню куда смотреть до москва а ст вот видите но и уже не существует но есть много чудесных еще издательств вот пожалуйста это наша знакомая собирала вязала я и дочь как как сделать придумывали мы все вместе но исполняла вот это вот наша знакомая женщина и вот такой видите журнальчик это моя шуба которая уже износилась я ее отдала в приют для животных чтобы было тепло но это уже работы дочери это все журналы идут все для женщины это выпускает москва мы работали с москвой мы работали с киевом есть журналы дуплеты это просто то что нашла но это уже по вязанию как я вам говорю что мы вязальщица дочь у меня любительница крючка это спец выпуск все для женщины тоже своими руками но это тот же журнал видите все для женщины вот еще все что попроще поэтому поэтому мы такие видите мы знаем где заработать чтобы не собирать деньги с мастер-классов поэтому своими знаниями мы делимся бесплатно для своих знакомых это все все для женщины видите с какими звездами мы рядом печатались это все было дом как я сказала сейчас сложнее этот свитерок видите вязала я то есть авторство моё у меня две фамилии поэтому кому какая нравится тут такое пишет ну а дочь видите спозировала и помогла мне с описанием это тоже сюда женщины это для очень хорошей знакомой дочь вязала блузочку вот видите авторство моей дочери чтобы чтобы не быть голословными это журнал модный модный бисер и модное вязание видите как он интересно печатался в две стороны только я не помню это киев по моему это не москва не россия это киевский вот дочь и авторская с этим платьем она заняла третье место в москве на конкурсе на тишинке там очень известно всегда ярмарка про ну и не ярмарка и выставка всегда рукоделие рукоделие проходит но такие не буду показывать это сканы из тех журналов которые это телегид это местные наши местный журнал телегид а это а кстати вот это мы показывали журнал валяния в нашем донецком журнале да и именно валяния девочки сухую вручную не на машинке сухую вручную и пошаговая видите описание того как это происходит такие не буду показывать почему потому что youtube знаете вдруг скажет что мы показываем неглиже этом я не знаю это я не знаю скан из какого журнала не помню поэтому не буду говорить но по манере по манере выпуска а да я сейчас куда я его по моему показывала это все для женщины радужный топик это тоже что для женщины но это скан по посильнее приближенный а это у нас да это опять же модное вязание модный бисер это вот тоже работа дочери это тоже ее подружка аленка и внутри описание ну эту девочку можно увидеть на журнале на нашем поэтому на нашей книге поэтому видите та же самая работа ну и вот еще целая папка которую но нет желания все это разворачивать все эти наши с нашими же пуль публикациями все покажу немножко вам фотографии покажу в дальнейшем покажем еще видео с наших передач которые мы вели в местном на местном телевидении то есть показать ей что поделиться есть чем девочки задавайте вопросы что интересно в таких пределах как сесть начать и закончить изделие которое вам интересно небольшое несложное для начинающего пожалуйста обращайтесь пишите буду рада помочь витайте студию программы на подъеме представника донецького клубу любителей модного рукодилля милу балецку и катерину курчак представників донецкого клубу любителей модного рукодилля ну вот показала я вам небольшую часть своих каких-то достижений скромных и надеюсь и смогла вдохновить и многих на то чтобы вы не боялись показывать свои работы своей начальной работы самое главное чтобы вы могли эту работу начать довести до логического конца чтобы она была закончена и радовала и вас и ваших близких возможно кому-то вы подарите свое изделие или будете с радостью его применять в жизни носить и как украшение или пользоваться именно этого я и хочу добиться чтобы люди понимали что рукоделить учиться это не страшно делать ошибки это не страшно и всегда кто-то будет хуже кто-то будет лучше вас это делать но это наплевать ребята самое главное чтобы вам приносила это радость лично вам ваше рукоделие ваше творчество и всем больших успехов и творческого вдохновения еще хотела добавить девочки но у меня правда нет ни времени ни желания рассказывать чем отличается шерсть есть много разновидностей чем отличаются иголки есть разные разновидности и термины с русским языком у меня так в принципе нормально и не только с русским поэтому есть такое понятие как ну на филкинг пожалуйста не не путайте с на на филкингом на на филкинг есть слово на на технологии но она не относится к филкингу есть но на филкинг это валяние на основе на жидкой то есть отсюда оно произошло и слово само валяние от слова валять кто-то валяет валянки кто-то валяет дурака то есть не вояние не лепка вояние то лепка тогда я что-то там резко камня это валяние есть еще понятие фальцевание это бумага фельцевание это валяние фальцуют бумагу сгибы то есть у меня полиграфическое образование поэтому я знаю это слово ну вот вот такие вот есть термины я хотела поправить кто говорит неправильно и кто ну чтобы не ошибались достаточно вот такой мочалочки любой это самое такое доступное это для того чтобы не пораниться ну любая шерсть там например вот для снеговиков и игла ну игла вот такая со специальными насечками минут двадцать его вот так вот иголочкой поправляю оберегая пальчики и после просмотра кому будет интересно с нами общаться у нас есть площадка ватсап в контакте группа в инстаграме позорные те же самые мило боли а ватсап ну через личное сообщение ватсап пожалуй м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok